Оздоровительный лагерь в поселке Адриановка стал в эти летние дни эпицентром жизни участников военно-спортивной игры «Зорница». На этот раз в состязаниях приняли участие железнодорожники. Девять команд испытали силы в отжиманиях, прыжках, длину, стрельбе, разборке-сборке автомата. На территории детского оздоровительного лагеря «Фрунзы» собрались девять лучших активных команд железнодорожников, которые постараются в течение двух дней проявить себя в разных направлениях. Прошло открытие этого мероприятия очень торжественно. Каждая команда имеет свою форму одежды, каждая команда представляла название, представляла свою девистречевку. В общем, здесь стоит атмосфера такая боевая. Наша команда! Прожектор! Наш девиз! Прожектор светит нам вперед! Команде нашей повезет! Мы не можем без движения, мы всегда под напряжением! Мы сейчас участвуем в постельбе. Я вообще думала, что я попаду мимо, все, понять не могу, вроде стреляю, все в цель. А все попадает, думаю, мимо. Отдают результаты, и все, в десятку, почти в черную точку, все пять результатов. Я вообще довольна. Казалось, что участники Зорницы – профессиональные спортсмены. Настолько уверенно и быстро они справлялись со всеми спортивными задачами. Во время каждого нового этапа участники проверяли не только себя, но и умение работать коллективно. Мы, в принципе, только начали проходить этапы. Но все очень нравится, все очень интересно. Организация превосходная, эмоции исключительно положительные. По результатам соревнований команда регионального центра корпоративного управления заняла первое место. Им достался переходящий кубок. Второе место у спортсменов Забайкальской дирекции инфраструктуры. Третье – у сотрудников Забайкальской дирекции тяги. Организаторами столь яркого на эмоции мероприятия, объединившего железнодорожников из различных уголков нашего края, стала дирекция социальной сферы Забайкальской железной дороги. Игра «Зарница» посвящена 15-летию ООО «Российские железные дороги». Наталья Протаковская, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ